Амурская служба новостей готова рассказать о наиболее заметных событиях к этой минуте в студии Марина Пьянига. Здравствуйте! И вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 сентября 1920 года, ровно 95 лет назад, комитет Амурской области предложил ввести на территории Дальневосточной республики свои денежные знаки. Валюта оставалась та же, рубли, но вот банкноты именовались уже буферки. О том, что территория современной Амурской области входила в состав отдельной республики, помнят и знают не все амурчане. И труднее всего людям представить, смогла бы эта республика просуществовать автономно до наших дней. Окунуться в историю, сопоставить ее с современностью, вы можете, посмотрев наш первый сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что Амурская область входила в состав отдельной республики и теоретически могла существовать и в наше время, ее жители вряд ли сейчас часто вспоминают. В современное время у людей мысли совсем о другом. И, как показала проса Амурской службы новостей, не все знают этот факт из истории при Амуре. А вы знаете вообще, что такое Дальневосточная республика? Слышали о таком? Дальневосточная республика? Ну, не знаю. Я вообще, знаете, сам западный. И вообще против души здесь живу. А вам нравится здесь? Нет. Ну, надо, кроме того, что иметь Дальневосточную республику, все равно мы должны едины быть со всеми другими областями, я считаю, республикой. Как вы думаете, могла бы она просуществовать в наших дней вообще? Нет. Ну, все равно, все равно, это тут русские люди, и она вошла бы в состав России, а потом в Советский Союз. Почти весь Дальний Восток и Забайкалье. Вот состав того буферного государства между Россией и Японией. Причем, создана республика по решению советского правительства. Ни о каком референдуме речи тогда быть не могло. Продвижение Красной Армии на восток тогда могло привести к войне с Японией. И в 1920 году власти решили, в этой части страны буфер просто необходим. На самом деле, Дальневосточная республика занимала немаленькую площадь. В ее состав входили современные территории Амурской области, Забайкальского края, Приморья и Сахалина. Административный центр республики находился в городе Чита. К северу республика растянулась по территории Камчатки. А вот Сахалин вошел в состав только своей северной частью. Органом власти в республике выступило правительство во главе с большевиком Краснощековым. И в том же 1920 году в оборот ввели свои республиканские банкноты, так называемые буферки. Также, помимо этого, в разное время на территории области и города тоже имели хождение денежные знаки, которые назывались Мухинки, то есть областные разменные билеты, которые выходили за подписью Федора Никоноровича Мухина. И Алексеевки, городские разменные билеты, которые выпускались за подписью Алексеевского Александра Николаевича. Но просуществовать государству со своим правительством и собственной валютой пришлось недолго. В ноябре 1922 года республика вошла в состав РСФСР, как Дальневосточная область. Проще говоря, ДВР выполнила свое предназначение – буфер между Россией и Японией. И остаться отдельным государством вряд ли смогла. Как минимум, не была определена территориальная граница республики. На этой территории построить самостоятельное государство теми политическими силами, которые были, мне кажется, было бы нереально. И если бы даже получилось, Дальневосточная республика испытывала бы давление. С одной стороны – советы, с другой – Япония. И, конечно, спустя два года после образования у республики не было ни малейшего колебания. Куда же вновь примкнуть? Со временем у большинства амурчан из памяти выветрился тот факт, что когда-то и нашим предкам пришлось жить в отдельном государстве. И кроме банклот-музея и архивных данных, при Амуре в наследство досталась еще одна деталь. Фраза «Красный остров» напрочь пристала Амурской области. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Дмитрий Тарасов. Амурская служба новостей. Медучреждения Селемжинского района планируют объединить. 9 сентября в Рио губернатора встретился с представителями дирекции Дальневосточного РЖД. Стороны договорились. Круглосуточный стационар отойдет в ведение района. Поликлинику возьмут под крыло железнодорожники. Такое деление позволит решить вопрос с медицинскими кадрами в рамках госпрограммы «Земский доктор». Патронаж над акушерами делить будут обе стороны соглашения. Мы можем получать программу для привлечения кадров. Соответственно, у вас уже на месте, потому что это все время было государственное. Сейчас оно вдруг стало не государственным. Это все строилось, но как единая цепочка, вы просто разорвали. Сейчас наша задача – эту цепочку объединить в рамках действующих правовых механизмов. Обе стороны согласны. Совместное сотрудничество позволит в первую очередь улучшить качество медицинских услуг в районе. Осталось решить текущие юридические и экономические вопросы. Хранить избережения в рублях – такой совет дал россиянам глава Минэкономразвития России. Подобные рекомендации от российских чиновников поступали не раз. Как правило, аргументируются такие доводы тем, что хранить и копить необходимо в той валюте, в которой предстоит тратить. На играх с валютным курсом, по словам представителей министерства, можно серьезно проиграть. Однако Алексей Улюкаев не столь категоричен, в отличие от коллег. Делать валютную кубышку все же стоит. Но в том случае, если предстоит заграничная поездка или траты в иностранных рублях. По результатам недавних опросов, многие россияне, видимо, уже пришли к подобным умозаключениям. Более 60% сограждан делают сбережения в рублях. Доля обменных валютных операций упала до рекордных показателей. За последние пять лет до 14%. Тем не менее, без проигрышной формулы для выгодного хранения денег без потерь чиновники, видимо, не знают. Дефицит подсолнечника грозит подорожанием масла и банкротством заводов. В России резко выросли закупочные цены на подсолнечное масло. Тонна продуктов в цене теперь на 90% выше, чем в сентябре прошлого года. Это отразится и на росте розничных цен. Что же происходит с ценами на другие продукты, необходимые каждой семье? Амурская служба новостей продолжает следить за ценовой политикой каждые две недели. Рубрика «Свой контроль» продолжит эфир. По традиции, Амурская служба новостей отправляется в магазин проследить, как изменились цены на продукты, необходимые каждой семье. Молоко жирностью 3,2% осталось на прежнем уровне. Стоимость 57 рублей. Пачка сливочного масла также не изменилась в цене. Килограмм колбасы, как и две недели назад, стоит 435 рублей. В начале сентября, как правило, овощи должны дешеветь в цене. Однако килограмм лука теперь стоит 40 рублей. Это на 4 рубля дороже, чем две недели назад. Огурцы остались на прежнем уровне. Ну а килограмм яблок теперь стоит 185 рублей. Дороже, чем две недели назад. Стоимость десятка яиц осталась на прежнем уровне. Как и две недели назад, десяток яиц стоит 50 рублей. Цена на вермишель, сахар и гречку по прошествии двух недель не изменилась. Общая сумма потребительской корзины по прошествии двух недель увеличилась на 43 рубля. Амурская служба новостей продолжает следить за ценами на продукты, необходимые каждой семье. Свой контроль осуществляли Галина Макущенко и Сергей Захарушкин. Амурская служба новостей. Где правильно переходить дорогу? На какой сигнал светофора? Как переходить дорогу, если светофора на перекрестке нет? Первоклассники уже знают это, но только в теории. Перед началом учебного года для школьников был разработан безопасный маршрут. Ученики одной из школ вышли его опробовать на практике вместе с сотрудниками ГИБДД и нашей съемочной группой. Смотрите далее наша постоянная рубрика «По пути». С таким девизом, надев светоотражающий жилет и взяв листовки, юные пешеходы отправляются на дорогу. Для первоклассников все впервые. Учат не только буквы и цифры, но осваивают самостоятельную жизнь. Если горит красный цвет, то я должен подождать. Подождать, а когда желтый, мне надо приготовиться в зеленом низу. Такие цифры – это секунды. Обозначает, что через, например, через 36, через 25, через столько секунд, когда движение пешехода закончится или машина. Сейчас беремся все за руки и будем внимательно и правильно пересадить дорогу. Когда я за 7 лет, мы подошли к району, а я уже в частный образ внимания и пошли теперь. Полная безопасность на дороге, как известно, невозможна без внимания водителей. На каверзный вопрос, кто главный на дороге – пешеход или водитель, первоклассники ответить не смогли. Но то, что водители несут огромную опасность для других участников дорожного движения, похоже, уяснили все. Педагоги проводят данные занятия по безопасному движению детей в школу. У каждого образовательного учреждения есть паспорт дорожной безопасности. И в соответствии с данными схемами педагоги проводят работу уже в классах. Комсомольская Горького, Комсомольская Амурская и Комсомольская Ленина. Эти три Благовещенских перекрестка оборудуют светофорами. Этого добился прокурор Благовещенска. В общей сложности на этих трех участках в прошлом году произошло около 50 аварий. Согласно решению, светофоры должны установить в течение 9 месяцев. Далее наш выпуск продолжат другие новости в три строки. 7-0. С таким счетом накануне сборная России по футболу обыграла национальную команду из Лихтенштейна. Победу наши футболисты, к слову, одержали на поле соперника. Сейчас встречи сборных проходят в отборочном турнире Евро-2016. Напомним, 6 сентября сборная России также смогла одержать победу над сборной Швеции. Итоговый счет на табло 1-0. В России увеличили квоту на выдачу разрешения на временное проживание. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Как сообщается в документе, это решение принято с возросшим числом беженцев из Украины. С начала года в России проживает около 2,5 миллионов украинцев. Не меньше 50 тысяч жилых домов по всей России в год планируют ремонтировать в Минстрое. Такой темп программы капитального ремонта хотят увеличить до 2020 года. Взнос за капремонт, к слову, платят и в Амурской области. Цена за один квадратный метр у нас остановилась на планке 6 рублей 50 копеек. 9 спектаклей и 12 фильмов. Уже стала известна конкурсная программа ежегодного фестиваля «Амурская осень». Мероприятие стартует в субботу, 12 сентября. Увидят амурчане и знакомые лица. Театральные зрители оценят актерскую игру Михаила Ефремова, Марии Порошиной, Марата Башарова и многих других. Любовь Ломака, Амурская служба новостей. Еще пара прохладных дней и тепло вернется в Прямурье. Осень со своим переменчивым характером постепенно вступает в свои права. Солнце хоть и теплое, но уже часто прячется за облаками. Непостоянная погода быстро раскрашивает листья деревьев во все цвета радуги. Один за другим они меняются. Сейчас самое время увидеть преображения, которые так любили описывать в стихах классики литературы. Музыка. 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 И к данному часу это все. Смотрите выпуски Амурская служба новостей на телеканале «Свой». Слушайте на радиостанциях «Русская радио», «Европа плюс» и «Шансон». А также читайте на портале asn24.ru. Всего хорошего. Увидимся в эфире. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин